Здравствуйте! Я Алиев Ведадивил-Оглы, заведующий отделом почтовой связи и бухгалтерского учёта Бакинского государственного колледжа связи и транспорта при Азербайджанской технической университете. Сегодня я вам буду преподавать, прочитать лекцию, которая называется «Приём, обработка и вручение посылки всех видов». Посылки относятся к традиционным отправлениям, которые выходят туда только универсальное почтовое отправление. Значит, к традиционным почтовым отправлениям относятся письма, бандероли, почтовые карточки, мелкие пакеты, посылки, которые сейчас мы про посылки будем говорить, почтовые переводы, телеграммы и секограммы. Знаем, что мы, почтовые предприятия, проводят кроме традиционных услугов и нетрадиционные услуги и финансовые банковые услуги. Нетрадиционным услугам относятся абонентские телефонные разговоры, оплата, оплата международных телефонных разговоров, раздача разных видов рекламных объявлений, реализация всех видов коммерческих товаров, реализация газет и журнал, корреспонденцию, реализация канцелярских товаров, оплата локальных телефонных разговоров и так далее. К банковским операциям относятся манеграммы, прием, оплата манеграмм банковским способом, открывание и закрывание всех видов банковских счетов, прием коммунальных услуг, прием разных всех видов штрафов дорожного полиции, миграционная служба, страховая служба, налоговая служба, обмен национальных и иностранных валют всех видов и так далее. В общем-то, почтовое предприятие оказывает услуг физическим и юридическим лицам свыше 80 услугов. Посылки бывают в двух видах. Обыкновенные посылки, посылки с объявленной ценностью. Посылки принимаются в почтовом отделении. В посылках отправляются бытовые культурные товары, промышленные товары, продукты, фрукты, овощи можно отправлять и можно отправлять вещи подарочного характера. Посылки весом бывают от 2 кг до 10,5 кг. Но кроме этого есть и такие виды посылки, что эти посылки бывают. 10 кг, минимальный вес 10,5 кг, максимальный вес 31,5 кг. Эти посылки, специальные посылки, называются неделимые посылки. Вещи, которые невозможно делить по частям. Такие вещи, например, допустим, ковер, какое-то электрооборудование отправляется. Их, конечно, невозможно делить по частям. Поэтому есть такая услуга, которая оказывает тоже почтовое отделение. Принимает посылки, начиная от 10,5 кг до 31,5 кг. Эта посылки называется неделимой посылки. Посылка принимается в почтовом отделении в открытом виде. Почему в открытом виде? В открытом виде приносит в почтовое отделение отправитель свои вещи, который хочет отправлять посылки. Первым долгом почтовый работник, оператор проверяет эту отправляемую вещь, определяет его характер вещи и, главное, убеждается в том, что нет ли в этом отправлении запрещенных товаров. Есть такие товары, что их отправлять запрещается. Сейчас мы будем по схеме прохождения почтового отправления от отправителя до адресатора. Значит, отправитель, отправляемый посылку, приносит в почтовое отделение свои вещи, которые будет отправлять, в открытом виде. Вот путь прохождения или прохождения отправления от отправителя до адресатора. Значит, отправитель приходит в почтовое отделение, прием посылок. Вот видите, это прием. Работник, там обычно почтовое отправление принимает оператор почтового отделения. Оператор определяет характер отправляемой вещь и нет ли там запрещенный товар для отправки и определяет от характера отправленного вещи, в каком посылочном ящике будет отправлять этот продукцию. Посылочные ящики бывают разные, из разных материалов. Картонные посылочные ящики бывают, сванеры бывают посылочные ящики, пластмассные бывают, железные бывают. От характера отправляемого продукции определяет оператор, в каком в коробке будет отправлять эту посылку. Значит, первым долгом мы должны знать путь прохождения почтового отправления. Это не только для посылки, это путь для всех почтовых отправлений. Значит, все почтовые отправления, в том числе посылки, принимаются в почтовом отделении, обрабатываются и отправляются в центр почтовых перевозок. Или, можем это сказать, прижелезнодорожный почтамт. Значит, этот производится с помощью сопроводителя почты. Сопроводитель почты в конце рабочего дня подъезжает по графику почтового отделения, производит обмен почты и, что принимал из почтового отделения, доставляет в центр почтового перевозка. Этот процесс, дальше, там тоже принимается, обрабатывается и отправляется по назначению. Там уже принимает это почтовое отправление. Другой сопроводитель, который сопровождает эту почту от центра почтового перевозка до адресата, так скажем, по назначению. Значит, еще раз повторяю, принимается в почтовом отделении, в конце рабочего дня с помощью сопроводителя приносится в центр почтового перевозка, а оттуда обрабатывается и отправляется по направлению до адресата. Значит, в этой схеме, схема это прохождение почтового отправления от отправителя до адресата. Значит, принимается в почтовом отделении, начинается от отправителя, кончается адресата. Значит, проходит в такую принципальную схему, принципиальную траекторию. Посылка бывает в двух видах. Обыкновенная посылка, посылка с объявленной ценностью. Начнем с обыкновенной посылки. Обыкновенная посылка, уже мы говорили, что можно отправлять. Отправитель приносит вещи, которые будут отправлять в открытом виде. Оператор с участием отправителя упаковывает посылочный ящик. Значит, этот вещи упаковывает посылочный ящик. Оператор должен так упаковывать, чтобы там пустого места не остался. Потому что во время транспортировки может внутри ящика вещи проболтаться или шататься. Там может и испортиться или поломаться. Поэтому должен так упаковывать, чтобы во время транспортировки не вышла никакой проблема. Значит, этот процесс делает оператор с участием отправителя. Закрывает посылку. Посылка, если и длина посылка до 30 см, значит, по длине и по ширине крестообразно оборачивают прозрачным скотчом, а сверху оборачивает скотч, который на нем написано «Азарь почта». Этот скотч предназначен только для почтовых операций. И за этот скотч выходит в числе вещей, именным вещам. Вы знаете именные вещи, какие в почтовом предприятии бывают, какие именные вещи. Туда выходит календарный штемпель почтового отделения, туда выходит страховая печать, туда выходит контрольная гербовая печать, туда выходит всяких штемпелей, осторожно, заказной, с объявленной ценностью и так далее, фруктовые и другие. Вот это называется именные вещи почтового предприятия. И в этот именным вещам и относится этот скотч, который с надписью «Азарь почты». Упаковывает, обворачивает лентом прозрачным и сверху обворачивает лентом с надписью «Азарь почты». После этого оператор и выдает и отправитель в бланк, сопроводительный бланк форма 116. Отправитель заполняет этот бланк. Там, сейчас я вам буду показать, вот этот сопроводительный бланк форма 116. Значит, что такое сопроводительный бланк? Этот бланк сопровождает почтовую посылку от отправителя до получателя. Значит, посылка вместе, этот бланк тоже сопровождает посылку от отправителя до получателя. В этом бланке пишется следующее. Этот бланк состоит из двух частей. Нижняя, верхняя часть, там указывается от кого, кто отправляет, фамилия, имя, отчество, адрес, индекс и кто будет получать получателя. Фамилия, имя, отчество, адрес, индекс. Здесь наверху число даты приема посылки, вес посылки, номер по чеку оплаты посылки принимается по чеку оплату ПЧ-1. Номер чеку оплаты ПЧ-1 и установлены цены. Если посылка с объявленной ценностью, сколько цену установили, вот эту цену пишется там, здесь. Потом, комиссионность сбора. Сколько за отправку эта посылка отправитель должен выплатить сбора, чтобы эта посылка принимался и доставлялся получателю. Это называется комиссионность сбора. Мы будем говорить, как считается эта комиссионность сбора. А нижняя часть, эта называется извещение, часть извещения. Это извещение называется форма 22. Значит, строка отреза, вот отсюда отрезается, когда уже поступает место назначения, отрывается эта часть. После оформления бланка, сопроводительного бланка форма 116, оператор предлагает отправителей другие услуги. Какие еще услуги для отправки? Посылку можно отправлять по списку, который называется список 107. Если отправитель захочет, можно отправлять посылку по списку 107. Что это такое список 107? Этот список пишутся вещи, которые отправляются в посылке. Подробно этот список составляется и оба сторона и оператор и отправитель расписываются на каждом экземпляре списка. Вставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. Один список ложится в посылочный ящик, другой список остается у отправителя. Еще оказывает услугу отправить посылку с уведомлением. Что значит уведомление? Уведомление то, что после получения получателем посылку отправителю сообщается когда получил и в каких обстоятельствах получил. Для этого отправитель заполняет бланк форма 117, бланк уведомления. Кстати, уведомления бывают в двух видах. Почтовое уведомление и телеграфное уведомление. Если отправитель отправляет почтовым уведомлением, значит заполняется бланк уведомлений форма 119. Вот этот бланк, этот бланк уведомлений, в переднем части бланка пишется адрес и фамилия, имя, отчество отправителя. А в заднем части, когда получатель будет получать, заполняет его задняя часть, там пишутся данные удостоверения личности, какой предоставлен удостоверение личности, номер серия, кем выдан и когда выдан. И когда получил, число вставляется и пишется, что получил какого-то числа. И после этого, после получения посылки, это уведомление возвращается отправителю. И отправитель, получая этот бланк, значит, уведомляется о получении отправленного посылка получателем. Посылка, скажем, принимался с уведомлением, со списком, потом вставляется на почтовые весы, определяется его вес, извешивается, по тарифу устанавливает комиссионный сбор, комиссионный сбор устанавливается следующим образом. Значит, по тарифу за каждую штуку посылку по тарифу указано сборы. Значит, за одну штуку посылку бери один монат 80 копеек. Потом, за килограмм, за килограмм, за один полный, неполный килограмм по тарифу в данный момент, не считая Нахчелан, на территории Азербайджана один килограмм посылка стоит 40 копеек. Значит, предположим, отправляется, извешивали посылку, посылка определили, что вес, скажем, 5 килограмм 450 грамм. Значит, эту посылку считают, как 6 килограмм. Как мы сказали, за полный, неполный килограмм 40 копеек. Значит, посылка 5 килограмм 450 грамм. Берем его, как 6 килограмм. За 1 килограмм 40 копеек. За 6 килограмм, значит, будет 2 монат 40 копеек. Потом, за дополнительные услуги, за дополнительные услуги. Это что такое дополнительные услуги? Если, и, конечно, это бывает, оператор упаковывает этот ящик, это считается дополнительной услугой, или оператор помогает отправителю заполнять бланк форма 116, или бланк и уведомление форма 119, или какой-то другой услуг показывает, это называется дополнительные услуги. Мы знаем, что в почтовых предприятиях есть основные услуги, дополнительные услуги. За дополнительные услуги, тоже по тарифу 40 копеек. И на каждую обыкновенную посылку стандартно берут страховку, за страховку. За каждую посылку берут страховка 40 копеек. И страховка 40 копеек. И все это суммируется, получается комиссионному сбору за прием и доставку посылка весом 5 килограмм 450 грамм. наш пример. Значит, 1 монат 80 плюс 2 40 плюс 80 5 монат. 5 монат. 4 за это посылка установили комиссионного сбора. После этого принявши посылка вносит в компьютер, принимает по компьютеру в системе Кольвера. Это данное, все данное вносится в компьютер и компьютер после этого с компьютера распечатывает чек оплаты ПЧ-1 в двух экземплярах. в чеке оплаты указывается фамилия и имя отчества отправителя, место назначения, вес посылки, комиссионного сбора за отправку, фамилия оператора. Оператор после этого расписывается на обоих экземплярах чека оплаты ПЧ-1 и вставляет оттиск календарного штемпля почтового отделения. Один экземпляр выдается отправителю, второй экземпляр остается в почтовом отделении и подшивается в специальной подшивку. это чек оплаты в любой форс-мажоре может подойти отправитель и поэтому чек оплаты можно определить когда отправлен этот посылка весом какой был по какому направлению отправили и все данные какое почтовое отделение принимал когда принимал все данные по этой посылке отражаются в этом чеке оплаты ПЧ-1 а второй экземпляр который остается в почтовом отделении как сказали и подшивается в специальную подшивку и в конце отчетного периода эти чеки по порядку пишется в специальную таблицу которая называется таблица движения и с этим таблицей вместе отправляется почтовый филиал в отдел эксплуатации для проверки для ответвания перед филиалом значит вот этот прием и доставку мы почти говорили прием и доставка посылку сейчас немножко буду вам говорить с посылках с объявленной ценности посылка с объявленной ценности мы как говорили два вида посылки есть обыкновенные и с объявленной ценности этот обувид регистрируемые посылки значит оба регистрируются и на оба вид посылки оформляется чек оплаты еще раз повторяю если на почтовое отправление оформляется чек оплаты значит это отправление регистрируемое регистрируется в любой момент можно узнать почему бывает что такие форс-мажоры опаздывает доставка или что-то случится и можно определить по какой причине где задержался почему задержался все этот можно бывает следить с объявленной ценности посылки тоже принимается отправляется как обыкновенная посылка но здесь есть несколько другие нюансы это посылки с объявленной ценности отправляются вещи ценные которые не как обыкновенно там ценные вещи отправляются за это посылки страхуются если посылка страхуются значит за установленную цену и устанавливает застраховкой сколько его объявлена цена выше будет и застраховкой сколько больше будет и этот посылки не как обыкновенная посылка отправляется эта посылка отправляется в специальном чехле кроме этого чехла эта посылка укладывается в страховой мешок и запечатывается значит посылка с объявленной ценности коробка одевается на специальный чехол который чехол с трех и сторон внутренней подшивкой бывает четвертая сторона внешней подшивкой которую с этой и одевает посылочный ящик и подшивается внешней подшивкой и на каждые 10 сантиметров вставляется печать или страховой печать или пломба и как сказал упаковывается в страховой мешок страховой мешок прикрепляется ярлэк форма 17 вот видите здесь написано страховой страховой здесь два четырехугольные места один вот нижний это для календарного штемпеля почтового отделения сюда вставляется календарный штемпель почтового отделения а верхний для страхового печати почтового отделения значит специальные веревки обворачивают и оба конца веревка в этом месте в этом квадрате и вставляет на этой веревке на оба конца страховой печати значит или бывает опечатывается пломбами есть такой тоже вариант пломбами опечатывается и посылка и страховой мешок отправляется почтовый филиал по почтовым почтовый филиал вернее не почтовый филиал и центр почтового перевозка как по схеме мы говорили по маршрутным накладным форма 24 выручение посылка почти мы говорили опять возвращаемся извещению вот как мы сказали линия отрезок вот эта нижняя часть сопроводительного бланка форма 116 по месту назначения отрывается нижняя часть бланка форма 116 который называется мы говорили извещение форма 22 это извещение поштальон несет адресату получателю в адрес получатель получая извещение форма 22 извещается о том что на его имя поступил посылку посылку может получить получатель и в почтовом отделении и могут поштальон нести ему в адрес если во время отправки отправитель за доставку оплатил деньги значит в таких случаях посылку должны поштальоны отнести получателю и вручить дома если не оплатил за доставку или получатель должен приходить в почтовом отделении получать тогда берет это извещение форма 22 и свой удостоверение личности подходит почтовому отделению для получения своего посылка и может быть получатель захотеть чтобы ему доставили посылку ему в адрес тогда уже в таких случаях получатель за доставку платит по чеку оплаты по тарифу значит получает следующим образом вот обратная сторона извещения вот этот за доставку предоставил документ удостоверения личности серия номер кем выдан и когда выдан вот все здесь заполняется по графам дата вручения когда получил здесь число пишется когда получил и расписывается а этот письмо на сообщение отправитель может как письмо в этом бланке что-то сообщить получателю как письмо это бесплатно в этом бланке пишется этот как мы говорили сопроводительный бланк получатель получает здесь может и какое-то сообщение написать получателю здесь вставляется здесь и здесь оттиск календарного стемпеля и извещение после вручения посылки почтальон приносит почтовое отделение по назначению и в почтовом отделении оператор по этим данным это данное вносит в компьютер уже компьютер показывает что посылка вручена все этим кончается еще посылка может получить таверное лицо бывают такие случаи что получатель знает что ему поступил посылка но это время получателя не будет возможности получить свою посылку в таких случаях получатель дает доверенность по нотарису доверенному любому лицу для получения посылку в таких случаях доверенное лицо когда получает этот посылку предъявляет доверенность и свое удостоверение личности поэтому доверенности и по удостоверению личности доверенного лица выдаётся посылку получателю. Об этом столько хватит. Но в конце, что я вам хочу ещё сказать, ещё подробнее можно изучать из этого книга. Эта книга в прошлом году наши преподаватели писали. Эта книга имеется в нашем библиотеке и в сайте. В любой момент студентам может обращаться, взять эту книгу и ещё подробнее могут проинформироваться из этого книга. Спасибо большое за внимание. Павла.